Мы с тобой за кадром обсуждали ванна или душ. Вот пойдем посмотрим. В итоге решение ты принял? Больной вопрос. Нет, я все еще не принял это решение. Вообще я тот человек, который любит в ванной поваляться. И вот сейчас у меня душ. И это был очень большой пункт по решению купить эту квартиру. Но вот я сейчас пожил, и я понял, что душ это мега удобно. И я понял, что по ванне я не очень скучаю. Но вот этот 1%, когда ты хочешь 2 раза в год зимой полежать в теплой ванне, он все-таки не дает мне покоя. И все-таки я хочу и душ, и ванну. То есть теоретически это можно сделать, потому что туалет довольно просторный. И я пока что думаю, можно ли его там устроить. Так, ну я вижу у тебя очень интересную находку. Это шторка за стеклянной дверцей. Это прям просто 2 в 1 решение крухейшее. Да, объясняю ситуацию, как это получилось. Я поставил вот эту перегородку и думал, что мне ее будет хватать. То есть я не хотел целиком закрывать вот этот проем, потому что здесь и так очень мало места. И я хотел больше вот этого пространства оставить. И я думаю, ну я поставлю, как в отелях, знаешь, такую перегородку коротенькую. И ее мне не хватает, потому что вода начала переливаться все-таки здесь. И еще такой совет, например, то есть если вы тоже хотите ставить неполное перекрытие, а небольшую перегородку, перегородка должна быть 30 сантиметров от душевой головки, где у вас она кончается. То есть вот есть душ, от нее нужно отступить хотя бы 30 сантиметров. Окей, я не знала этого круто. Спасибо. А я это узнал научным методом тыка. Жизнь научилась. Да, да. Поэтому вот здесь появилась шторка, потому что она помогает как раз-таки вот эту ситуацию избежать, когда у тебя переливается вода. Ну и с ней, кстати, смотрится намного круче. Очень симпатично, да? Да, да. Кстати, можно не мыть еще стекло. Копится эта известь, когда без шторки. Постоянно тебе нужно протирать это стекло. А когда у тебя есть шторка, с той стороны вообще можно не протирать его. Ну то есть не остается налета. Хорошо. Еще хочу тебя расспросить про плитку. Опять же, за кадром мы с тобой проговаривали, что не захотел ты ее менять. И, в принципе, получилось классно. Мне нравится, что ты ее обыграл. Не стал перекрашивать, тем более не стал сносить это все. Да. На санузлы, как я сказал, у меня уже не хватило там ни душевных, ни финансовых сил. И я решил, что я пока поживу с ней. Но вот ее вид, вот этот розово-желтый, он не совсем в моем стиле, короче. Чуть устаревший, да. Да, да, да. И я начал думать, что с этим можно делать. И опять-таки в каком-то рум-туре на Ютьюбе я увидел, как такого телесного цвета плитка совмещается с зеленой мебелью. И мне это понравилось, потому что это стало круто. И это, в принципе, в стиле всей вот этой моей разноцветной квартиры. И я заказал вот такого зеленого цвета тумбу, на который поставил раковину. Класс. И плюс я добавил черные элементы, которые контурно подчеркивают и контрастируют с этой плиткой. То есть это зеркало, это перегородка, это сама душевая колонна, да, сетки. И, в общем-то, сейчас за вот этими яркими акцентами плитка как бы растворилась, ее не видно. Она меня не напрягает теперь. Вот классно подумать над цветовым решением. Это прям отдельный совет. Переделка санузла для меня обошлась бы в 400 тысяч рублей. То есть мебель на заказ, ну так, недешевая, и все вот эти штуки мне где-то в 120 тысяч обошлись. Ну да, плюс работа, плюс убирать все, конечно. Да, плюс работа. Хотя, конечно, все равно здесь будет ремонт когда-нибудь. Все равно здесь будет такой темно-серый мужской душ, наверное. Все равно здесь будет ремонт. Продолжение следует...